Сеньоры и сеньориты, с вами Дон Хуанита, в простонародье просто Димас, оператор Антон. Мы сегодня для вас готовим интересное блюдо, мексиканское, ну как бы на наш лад. У нас нет таких интересных специй, как там в Мексике, но мы решили приготовить это изысканное блюдо, так как сезонная, у нас подспела замечательная кукуруза, она предоставлена нашим операторам. Он живет по соседству, великолепная. Мы ее заранее отварили, и она великолепно пахнет, почти готова к применению. Также мы будем сегодня использовать замечательную панировку, я думаю, она нам тоже понадобится. И так как блюдо это мексиканское, острое, будем сойку использовать, соевый соус, чили азиатский, плюс чили наш краснодарский, наш соус пушка-баламба, замечательный, острый. Блюдо вообще должно быть острое, по идее, оно как кукуруза, как сладкое, а это такое остренькое, а сладко-острое, это как десерт у них считается, даже если, я не ошибаюсь, в Мексике они что-то там мутят, такую штуку. Чуть-чуть специй небольших будет использоваться, фахито, не фахито, хуито какая-то, и красный перец, и мазик. Тоже основная как бы тема, может быть у нас не супер какой-то интересный майонез, как они используют в Мексике, у них, мне кажется, может быть какой-нибудь более вкусный. Будем использовать наш отечественный майонез, так что начнем наше приготовление. Мы будем все это делать на шампурах, потому что шампура поудобнее, мексиканцы используют, если я не ошибаюсь, в этом плане какие-то шпажки там свои, бамбуковые, не бамбуковые, что у них там растет, непонятно, береза, не береза. Мы решили использовать шампура, как бы это более надежный, интересный способ и все остальное. Так что сейчас начнем насаживать нашу кукурузу и обмазывать нашими специями и подготавливать. Ну, начнем приготовление нашего соуса для обмазки. Берем майонез. Мексиканцы используют просто майонез, обмазывают, потом обсыпают всякими специями. Мы решили сделать все по-другому. Добавить специи, вместе с майонезом обмазать. Добавили наши перцы разные, приправы, сойку добавим немножко. Добавим чили наш сладкий. Ушка бамбу, тоже немножко добавим запекантности. И все, начинаем, сейчас замешаем. Что у нас получится из этого? Вкусный острый майонез. Вот, все замешали мы. Такой интересный вкус достаточно получается. Совсем не острый. Но для остроты мы будем использовать чили наш краснодарский. Мы отрежем половиночку. Будем натирать нашу кукурузу. А, кукуруза здесь. Вот, ребятки, насаживаем нашу кукурузу плотничком. Берем наш краснодарский. Ну, как не сильно, кому как нравится. Нормальненько. Намазываем наш чудесный мазиком нашим со специями. Обалденный просто, мне кажется, соус получился. Вкусненький. Вот так, по всей кукурузке. Помазываем. Края можете сильно тут не замазывать сверху. Они у нас, наверное, не будут сильно прожариваться. Какой вариант. А больше сюда соус кладите в мошки. И все, все, все промазываем плотничком. Чтобы у нас панировочка хорошо прилипла. Посыпаем нашими тампури всеми известными. У нас на видео она присутствует. Постоянно. Идеальная, прекрасная панировка. Ну, можно ее использовать вообще для всего. Она прекрасная вообще. Мы снимали котлетки, делали. Еще много разных видео снимали, панировали что-то у них. Вот, ребятушки. Мы запанировали наши кукурузинки. Еще запанируем их немножко. Вообще-вообще-вообще. Переходим к обжарке. Отличные у нас угли. И отличные мошки у нас одолели все. Все, обжариваем наши кукурузины. Вид замечательный, красивый выглядит. Вообще, изумительно просто. Мне кажется, это прекрасное блюдо. Тут же не обычное. Некоторым мы привыкли к кукурузе обычной. Кто подобное ел, такое вот делал дома. Готовил с майонезом кукурузу, да. Как бы я до этого тоже так не готовил. Это чистый эксперимент. Что-то посовещали с оператором. У него прекрасная кукуруза выросла на огороде. Чуть не разорились, не покупая ее в магазине. Оператор уговорил меня, говорит, не бери. Потому что на огороде есть вкусная, удобренная, с Рязанской области кукуруза. Сейчас будем пробовать ее. Осталось буквально какие-то мгновения. И она будет готова. Смотрите, какой Коля дает. Ой, вообще, как она прекрасная. То ли это панировка, то ли это такой костер действительно. Готовьте интересную кукурузу. Я вам советую. Сейчас буду пробовать. Расскажу, что этот вкус реально божественный. Поверьте мне, я уже не могу. У меня слюноотделение уже все. У меня тапки промокли. Ну что, мои мексиканские друзья. У нас приготовилась замечательная кукуруза. Отличная. Просто смотрите, как она поджарилась. Великолепно. Будем сейчас пробовать. Рецепт вы все видели. Что мы добавляли, что делали. Я реально в свиное отделение. Не буду снимать с шампура. Так удобнее, чтобы не испачкаться. Будем пробовать, что у нас получилось. Как это вкусно, ребята. Вы не представляете. Мазик. Кукуруза, панировка. Это просто волшебный вкус. И сама кукуруза вот эта вкусная, сладкая, сортовая. Любим, предоставлены нашим операторам. Это просто пушка-бомба. Так что советую, пробую. Готовьте. Это реально. И главное, не жалейте мазать майонезом. Это еще вкусно. Мне кажется, что надо меньше, но нет. Машьте. Машьте, машьте майонезом больше. Он весь питается. Он весь уйдет. Он писатель как вкусно. Он дает такой замечательный вкус кукурузе. Месикансы волшебники, кстати. Если они придумают такой рецепт. Это круто. Ну и как бы свой немножко налад, но это вообще волшебно. Я могу сейчас съесть четыре. А операторам ничего не останется. Так что, готовьте. Замечательный рецепт. Простой. Можно купить в магазине, если сами не угрызли. Все специи у вас есть. Хотите острее, хотите не острее. Просто великолепно. Ребята, все. Всем удачи, добра и мира. С вами был Димас. Оператор Антон. У него слюни до колен. Сейчас будем есть кукуруза. Наш замечательный. Всем добра и мира. Пока-пока.